Пол и нравственность. Дилемма извечная и актуальная. Впечатляющие психологические, главным образом психоаналитические теории, разработанные в первые десятилетия XX века Зигмундом Фрейдом и его последователями, статистические исследования сексуального поведения американцев, выполненные профессором Кинси и его коллегами, и, наконец, широко разрекламированная «сексуальная революция» последнего десятилетия, вместо того, чтобы прояснить, лишь запутали представления современного человека о сфере пола. Проблемы не только не нашли своего решения, но осложнились больше прежнего. Многие нетерпеливые души, решившие не отставать от времени и «смотреть на вещи просто» отбросили ограничения традиционной морали, полагая, что открыли «новую философию пола». Однако в арсенале последней нет ничего, кроме обыкновенного, давно известного распутства, за которым прячутся тоска и отчаяние. Если сбросить покров довольно мудреной модной терминологии, окажется, что в сфере пола современному человеку предоставлен выбор из двух противоречащих друг другу возможностей. Причем, каждая из них отражает весьма старый подход к проблеме пола. И парадоксальным образом, большинство сочетает в своих взглядах оба подхода сразу, постоянно страдая от возникающих при этом внутренних противоречий. На уровне сознания нетрудно осмыслить всю эту открытость в кавычках в вопросах пола, характерную для нашей «постфрейдистской» эпохи. Казалось бы, не осталось уже никаких тайн. С ранней юности все просвещены, эмансипированы в кавычках и знают ответы на все вопросы. Тайна пола разоблачена. Она сводится к одному лишь биологическому влечению, которое камуфлируется романтическими бреднями и подавляется системой традиционных религиозно-нравственных норм, лицемерных, по сути, порождающих чувство вины и неврастению. «Плейбой» — настольная книга «сексуальной революции». Его бледное подобие, аулам-азе и все подобные издания, гоняющиеся за низкопробные сенсации, безответственные журналисты и выпускники университетов, неудел, торговцы непристойным товаром и недипломированные сексологи, служители и пророки этой «революции» в кавычках. «Небрежный», «хладнокровный» подход к проблеме пола и их символ веры. А нравственные запреты в их глазах — враждебная демоническая сила. Многочисленные статистические исследования на тему крушения сексуальной морали, документированное доказательство в кавычках «истинности откровений сексуальной революции», а ее недосягаемый идеал — распад института брака и полная свобода гомосексуальных отношений и скатоложества. Но, увы, это «новейшее» освобождение от нравственных обязательств вовсе не ново. В психологическом облачении и экзистенциалистской терминологии присутствует, пожалуй, момент новизны. Но теории, которые прикрываются ими, вне всякого сомнения, восходят к временам языческой древности, когда господствовали различные формы идолопоклонства. От храмовой проституции, процветавшей у народов Ханаана, до безудержного распутства римлян. Капитуляция перед инстинктом пола и фаллические культы, освещающие разврат, явления, хорошо известные с незапамятных времен. Новая «нравственность» — это не что иное, как очень старая гедонистическая безнравственность в новых «соблазнительных» одеждах. И подобные настроения овладели сознанием современной массы. Правда, не абсолютно все в этом поветрии достойно порицания. В какой-то мере оно внесло большую прямоту и откровенность в обсуждение и понимание сферы пола, помогло избавиться от ханжества и жеманства и преодолеть нежелание вести разговор на скользкие в кавычках темы. Однако, по самой сути своей, это возрождение идолопоклонства несет в себе серьезнейшую угрозу для нравственности, семьи и, в конечном счете, для самого человека. Разрушение семьи и распад личности — опасность для человечества ничуть не меньшая, чем расщепление атома. Наша чрезмерная откровенность в вопросах пола загоняет в подсознание свою антитезу, стыдливость и аскетизм, которые сохраняют свою реальность вопреки отречению от них. Осуждающий отрицательный подход к проблеме пола реакционен в буквальном смысле этого слова. Исторически он заявил о себе как реакция на незнающую границ сексуальную распущенность, свойственную языческим культам. Ранее христианство отождествляло сексуальные отношения с первородным грехом, а произведение потомства рассматривалось как процесс передачи греха последующим поколениям. Наряду с проповедью воздержания и безбрачия считался допустимым брак, но только как уступка человеческой слабости. Лучше жениться, чем сгорать от вожделения. Недостаточно контролировать сексуальные порывы, желательно полностью подавить их. На протяжении столетий церковь сохраняла эту враждебную полупозицию, сформировавшуюся в борьбе с более древними языческими культами, поощрявшими необузданный разврат. Однако оба этих противоположных друг другу подхода к полу восходят к общему источнику – гностицизму. «Смотри, Г. Джонас, гностическая религия». Несмотря на то, что, казалось бы, эти воззрения отжили свой век и совершенно чужды современному человеку, в действительности они глубоко коренятся в его психике. Христианство – один из краеугольных камней западной цивилизации, и августинянская философия пола продолжает незаметно, как бы уйдя в подполье, воздействовать на сознание западного человека, вопреки тому, что противоречит его претензиям и принципам. Психологи осознают этот факт. Им известны патологические последствия отвращения к сексу и страха перед ним, усугубляющиеся в условиях общества демонстративно исповедовающего диаметрально противоположное отношение к сексу. Многие могут убедиться в том, что в их психике наличествуют обе противоположные тенденции, хотя признаки патологии могут и отсутствовать. Некоторые склонны в душе относиться к сексу как к чему-то неприличному, непристойному, ассоциируемому со сточной канавой, но благодаря общественному лицемерию, узаконенному при посредстве супружеской спальни. Возможно, сказанное отличается излишней резкостью, но нашей целью было подчеркнуть противоречивость общепринятого «здорового» отношения к вопросам пола.